Привет, друзья! Сегодня прямое включение из Москвы, где я специально приехал на встречу с друзьями, которые сделали очень крутое приложение, которое называется Винди Апп. Правильно я сказал? Ну или Винди, Винди Апп, по-разному. Это Антон, Антон, здорово. Привет! Игорь! Привет! Ну давай, рассказывай, почему оно уникальное? Оно уникальное, потому что прогноз на самом деле не работает. Да ладно! То есть вот это, что мы смотрим по Вингуру, это все в раке, да? Ну вот мы смотрели по Вингуру, приехали в Португалию, не взяли большие кайты, там все время дует. А в результате мы там с нашим приложением, с красивым прогнозом, такие все вооруженные приехали. А там дует по-другому, причем в каждом месте по-другому. Нет, ну это не перебарщиваем. На самом деле прогнозы работают хорошо, проблема в том, что никто не умеет их читать. И только местные знают, как на самом деле нужно читать вот эти вот волшебные цифры, которые мы все показывали. И поэтому мы сделали чат в каждом споте. Например... О, давай, подожди, подожди, вот мой любимый спот. Russian Federation Плещеево озеро. Оп! Давай. Колыбелька наша, да, где я вырос. Есть два спота в Плещеево. Один не официальный, Плещеево озеро, а второй, в котором Олег Черкашин из Сёрфпоинта... Он официальный. Официальный, и он начал писать туда новости про ветер каждый день, что там происходит. Давай посмотрим, как это выглядит. Вот он, чатик внизу. В чатике сидит 116 человек. Давай, запускай. Ага, вон что-то пишут. Вот тотальный смыв, дождя нет в Москве, понятно. О, активно пишут, да? 14 июля сегодня. Да, но что-то не про ветер. Ну, видимо, ветра там сегодня нет, и поэтому пишут обо всем. Ага, у нас вчера был ливень, который, в том числе и твою машинку немножечко... Да, было, было дело. Слушай, так что получается, то есть, ваш прогноз погоды, это то же самое, что Вингур, только с чатом, или как? Или есть какие-то другие еще есть? Нет, наш прогноз погоды, это общение с локалом. Который знает, как там будет дуть, под какое направление, куда приезжать, там и так далее. Причем этих локалов, как правило, много. Поэтому, когда вы туда пишете, вам, как правило, в течение минуты отвечают. Вот. Единственное, что то, что мы запустили, это общение пока не на всех спотах в мире, вот, несмотря на то, что у нас Worldwide приложение, мы запускаем их постепенно для того, чтобы сначала решить проблему с тем, как люди общаются, дать им настройки оповещений всяких там и так далее, чтобы не заспамить весь мир ветром. Вот, поэтому пока вот сейчас начали с России, с Португалии, запускаем на Маврикии. Вот, скоро про ветер можно будет все узнавать в Реалтане. А если вы скачаете, и вам не понравится, что там нет волн, можете посмотреть, это то, на чем мы сейчас работаем. Опачки, секретная информация, да? Да, этого пока никого нет, никто не видел. А, смотри, вон, 76 человек серфят, да? Да. Ага. Ну, круто. Ну, парни, я скажу так, если сделаете волны, прям вот, ну, я буду пользоваться. Потому что, действительно, как сейчас происходит, ты смотришь по Венгуру прогноз по ветру, по серф-лайну прогноз по волне и какой-нибудь локальной истории там про отливы-приливы. То есть, если собрать это воедино в какое-то отдельное приложение, это будет вообще супер. Мы работаем над этим. А еще мы тебя заставим сделать скидку для пользователей. Упси. Это мы вырежем. Все, закругляемся. Пока, ребята. Маврикино-пле. Такая тема у нас. Ну-ка. Что за тема? Опачки. Открытый урок Дмитрия Евсеева. Подготовка к вейвтрайдингу в домашних условиях. 16 июля в субботу на станции Surfpoint, Плещеево озеро. Состоится бесплатный открытый урок от Дмитрия Евсеева, который специально ради этого покинул свой родский остров с невыносимыми условиями для жизни. Начало в 12.00 на Синем Камне покататься. Ищите шатер Surfpoint и флаги Кабрино. Продолжение 18.00 на станции Surfpoint поговорить. Контакты Дмитрий Евсеев, Олег Черкашин. Следите за чатом в Винде, в Spot Surfpoint, где будет актуальная информация о данном мероприятии. Такие дела, ребята. Круто. А вообще пользуются этим приложением? Пока вы тут обсуждаете тему Маврикия, мы вот думаем, как бы нам на Маврикии перебраться, поэтому ищем инвестора. Так. Вот, я вот готовлю слайды, вот сейчас у нас что происходит с ростом, рост практически экспоненциальный, у нас им стало сейчас больше 350 тысяч, 155 тысяч юзеров ежемесячно. Да ладно? Да, а сейчас в приложении сидит, наверное, 200-250 юзеров одновременно. И вы ищете инвестора? Я думаю, вы сами уже инвестор, если у вас 150 тысяч... Мы на Маврикии хотим. Понятно. Да. Ну вот такие дела, ребята, пока.